Все просят волшебную таблетку, но когда ты им ее даешь, они от нее отказываются. Всем доброго! Очередного утра с Андреем Тихоновым. И сегодня у нас с вами понедельник, а это говорит о том, что разговаривать мы с вами будем о риэлторском бизнесе. Я рад приветствовать вас всех, дорогие мои клиенты, дорогие мои подписчики. Сегодня у нас тема будет просто, я хочу подискутировать, скорее всего это будет именно дискуссия более на логику. Почему? Как это связано? Ко мне очень часто на консультацию приходят агенты по недвижимости и говорят, Андрей, вот есть объекты, есть объекты, а к великому сожалению продать мы эти объекты не можем. Покупатели приходят, ну показали им что-то не нравится. И когда я более глубоко начинаю задавать вопрос, что значит есть объекты, а покупатели их покупать не хотят. И люди мне говорят, ну да, вот у меня там в базе определенное какое-то количество объектов недвижимости. И я там показываю, а им не нравится. И как выясняется, что вот это какое-то определенное количество объектов у большинства агентов по недвижимости не находятся в одной какой-то конкретной локации. А они раскиданы по всему городу. Ну давайте начнем немножко дискуссию, да, бог с ними, с консультациями. Если кому надо, приходите, конечно, чем смогу, тем помогу. Посмотрим, что можно сделать в вашем случае. Смотрите, коллеги, если мы с вами будем говорить о базе объектов недвижимости, о той базе, которую действительно будет приносить нам комиссионное вознаграждение, да, и будут клиенты наши удовлетворены такой работой, то я рекомендую базу держать объектов недвижимости в районе трех сот. Ну мы ее делим, я как-то в определенных роликах об этом говорил, мы делим эту базу на три части. Первое, это эксклюзивные договоры. Второе, это обычные договоры. И третье, это без договора. У нас идет такое перетекание, люди без договора греются, греются, потом мы с ними подписываем либо обычный договор, либо эксклюзивный. Ну и естественно, точно так же с обычными договорами. Мы после, через какой-то период времени можем подписать уже эксклюзивный договор, показав людям преимущества. Но, вот эти 300 объектов мы с вами будем делить следующим образом. Я рекомендую 25-30, это эксклюзивных договоров. 150-180, это обычных договоров. Ну и 100 объектов, это без договора. Сразу хочу сказать и обратить особое внимание, что особую работу лучше всего уделять именно на эксклюзивные объекты недвижимости, так как вы взяли обязательства перед человеком. И сегодня я хочу показать самую большую ошибку, которую допускают агенты по недвижимости. Смотрите, уважаемые коллеги, вот волшебная таблетка, я так назвал, вот эта таблица. И эта таблица будет город. 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 Вот это все, это город. Вот эти квадратики, вот эти квадратики я разделил город на районы. И теперь смотрите, самая грубейшая ошибка, когда агент по недвижимости приходит в риэлторский бизнес, неважно, новичок или опытный, да, который уже давным-давно пришел, он начинает собирать базу объектов. Это первоначально на что следует обратить внимание. И как показывает практика, то риэлторы собирают объекты недвижимости по всему городу. Здесь собрал, здесь собрал, здесь три собрал, здесь там какое-то количество собрал. И вот по всему городу, значит, агент по недвижимости собирает объекты недвижимости. Запускает их в рекламу, ему начинают поступать телефонные звонки. Ну давайте приведем пример. Допустим, вот по этому объекту недвижимости позвонил мне покупатель. Я ему показываю этот объект недвижимости, и покупатель говорит, ой, Андрей, ты знаешь, мне не нравится, что ты можешь еще показать? А Андрей ничего не может показать по одной простой причине, потому что именно в этом районе у него один объект недвижимости, да. И поэтому я клиенту говорю, давайте сделаем так, я поищу, как только найду, я обязательно с вами свяжусь. И я начинаю тратить время для того, чтобы заниматься поиском объекта недвижимости именно на этой территории. Ну, мне потом звонит другой покупатель, допустим, вот в этом районе. Пусть у меня будет здесь два объекта недвижимости, здесь у меня будет однокомнатная, а здесь двухкомнатная квартира. То есть мне позвонил человек, естественно, я ему опять же показал один объект недвижимости, и больше я ему показать ничего не могу. То есть ему нужен именно этот район, ему другие районы никакие не нужны. И в конечном итоге, то есть агент бегает по всему городу, топчет свои ноги, и конечного результата, как в виде финансового вознаграждения, не получает. И почему-то, я не знаю, почему так происходит, большая часть агентов по недвижимости, я даже осмелюсь сказать, что это больше 80%, работают именно по этой схеме. То есть набрали объектов, запустили их в рекламу, и вот люди звонят с разными приоритетами. Однокомнатная, двухкомнатная, элитная, неэлитная жилье, в этом районе, в этом районе, и вот агент по недвижимости вот таким вот образом бегает, как Сайгак. Показывает эти объекты недвижимости. Все ноги стер, бензин потратил, а результата не принес. А теперь давайте мы будем с вами смотреть, как можно этого избежать. Когда вы приходите в риелторский бизнес, если вы новичок, либо вы опытный, можете пересмотреть, вам стоит заниматься сбором базы, так как вы это делаете, но только в одной локации. Теперь смотрите, 300, давайте возьмем, допустим, 300 объектов, да. Вот мы размазали, я живу в городе Краснодаре, город Миллионник, и для города Миллионник 300 объектов это вообще очень маленькая сумма, да. А когда мы заужаемся и начинаем работать в одном районе, и теперь представьте, что я в одном квадрате, в одном квадрате собрал 300 объектов недвижимости. 300 объектов недвижимости собрал. И мне звонит покупатель, допустим, он хочет однокомнатные квартиры. Естественно, у меня здесь есть, ну давайте, студии однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, ну и там четырехкомнатные и больше, да. И теперь представьте такую картину. Ко мне обращается покупатель, говорит, Андрей, я тебе звоню вот по этой квартире по однокомнатной, покажи мне ее, пожалуйста. Я ему показал этот объект недвижимости, он говорит, нет, Андрей, вы знаете, мне что-то не нравится, а что вы можете мне еще предложить? И Андрей благополучно достает свой прайс, открывает, ну я имею в виду там, может, CRM, Excel, у всех по-разному, да. У меня CRM была. То есть открывает CRM и предлагает ему не один, а еще много-много объектов, которые он может показать клиенту. И чем больше мы будем собирать объекты недвижимости на одной территории, тем больше у меня похожих объектов будет. Это говорит о том, что когда ко мне обращается покупатель, чтобы я ему показал объект недвижимости, я его закрою более чем в 90% случаев, потому что у меня в базе из 300 объектов на одной конкретной территории все объекты, которые продаются. И упустить клиента очень глупо. Но смотрите, здесь есть еще огромнейшее преимущество. Если здесь я буду ездить на транспорте, тратить бензин, стоять в пробках, допустим, как у нас в Краснодаре, то работая в одном каком-то районе, в одном каком-то квадрате, я могу это сделать все в пешей, в шаговой доступности. А теперь давайте еще один момент очень интересный возьмем. Не у каждого риэлтора есть автомобиль и не у каждого покупателя есть автомобиль. И представьте, что вы с покупателем будете гонять на трамвае, на троллейбусе, на такси, на каршеринге, неважно. По всему городу. А это минус в деньгах, это минус во времени и минус в нервах. Но, когда мы работаем на одной конкретной территории и собираем все объекты недвижимости здесь, мы с покупателем, пешочком прогуливаемся, смотрим дворы, смотрим, рассказываем, разговариваем. Так что не допускайте вот таких вот ошибок. Не допускайте, я вас очень прошу, уходите с работы по всей локации и переходите на работу по одной конкретной локации, а может быть и даже в одном сегменте. Если вы работаете на все объекты недвижимости в одной локации, хорошо. Если вы работаете в каком-то сегменте, можно чуть-чуть расшириться и залезть на соседний район. Но ни в коем случае не на весь город. Кому будет интересно, как перестроиться в работе со всего города на одну какую-то конкретную локацию, пишите мне в личную, посмотрим, чем смогу вам помочь. А вам всем отличного дня, отличной недели и самых-самых лояльных клиентов. Пока-пока, до завтра.